Друзья, всем привет! Давно у нас не было с вами обзора какого-то конкретного продукта. И я рада вам представить, вы, конечно, уже видели это в названии, палеточку от Наташи Диноны Юка. Ей можно поаплодировать, насколько она... Посмотрите, какая она красивая! Просто невероятная, такой закатный такой градиент. Просто вау! Хочется ее целовать, обнимать, вот так вот к себе прижимать. Она такая сладенькая, такая хорошая, такая красивая. Мы с вами сегодня сделаем с ее помощью несколько макияжей. Далее мы обсудим саму палетку и сравним ее с палеткой Голд от той же Наташи Диноны. Начинаем первый макияж с построения формы. Для этого я беру карандашик от бренда La Corde в оттенке 203. Это красивый шоколадный оттенок. И им я выстраиваю себе такую достаточно высокую форму, чтобы у меня была супер восходящая стрелка. Прям максимально вытянутая к виску, даже выше немножечко виска. Для закрепления этого оттенка я хочу попробовать воспользоваться оттеночком Fushy. Такой красивый горчичный немножечко цвет. И мне кажется, что он в формуле как раз cream to powder, как часто бывает у Наташи. Да, это именно такая формула. И мы им закрепляем осторожно нашу форму карандашную. Очень красивый оттенок, но теперь хочется дозатемнить эту зону. Поэтому возьмем оттеночек Flex. Это такое идеальное здесь затемнение в этой палетке. Но если не смотреть в сторону темно-зеленого цвета. А мы в его сторону пока еще не смотрим. И мы углубляем, собственно, нашу стрелочку, нашу направляющую. При помощи вот этого вот темно-коричневого оттенка. Они вместе с горчичным просто идеально сочетаются. Безумно красиво. Очень мне нравится такая растяжка. В принципе, мне уже нравится. Можно закончить макияж лица, прокрасить ресницы. И уже, мне кажется, симпатично. Но мы продолжаем. У нас тут много всего на тест. Я не могу просто так все это оставить. Итак, нам нужна какая-нибудь сияшечка симпатичная. Сюда такая прям... Ну, давайте плантазию мы нанесем. Вот эту вот плантазию. Это такое зеленое золото. Давайте проверим. Посмотрим, что тут будет на глазах. Это вот прям оттеночек из палетки Gold. Только с большим количеством сияния. Очень-очень красивый. Наношу его прям так щедро. Не скупясь. Жирненький, хороший шиммер. Очень приятно наносится. Есть, конечно, у меня опасения, что оно будет на мне скатываться. Но вдруг не будет. Смотрим. Ребят, вам за окном, возможно, слышен шум улицы. Я прошу прощения. Дико жарко. Еще от ламп жарко. Поэтому придется немножечко вот эти вот уличные звуки на фоне, если они слышны, потерпеть. Возвращаюсь к оттеночку флекс. На малюточку такую кисть наношу его. И вот здесь вот наношу во внутренний уголок, чтобы его подчеркнуть. Теперь берем оттеночек акация. И наносим его на нижний век. Вот так вот прям в складочку. Для этого хорошо бы чуть-чуть вот так сощуриться и попасть именно в складку. Такой немножко цвет детской неожиданности. Ну, тут в такой гамме вся палетка. Но я такое люблю. Прекрасные оттенки. Мне кажется, очень хорошо смотрящиеся на моей внешности. Наберем оттеночек Ray. Вот эту вот сияшечку. И нанесем на центр нижнего века. Я буду стараться не залезать в саму тушевку. В тушевку матового. Но если чуть-чуть туда попало, не страшно. Но вообще нам нужно прям вот на центр нанести. Чтобы слегка подсветить, да? Добавить объема нижнему веку. Ребята, зацените мой новый хайлайтер. Это хайлайтер от Flower Nose. Я его заказала с Алиэкспресс. Оттеночек у меня New Era. Я его, кстати, показывала в Телеграме. Сразу, как только он пришел. Показала его. Показала Swatch. Так что подписывайтесь на Телеграм. Не забывайте. Там самые свежие новости. И ссылочку на него тоже там оставляла. Ну, для тех, кто не сидит в Телеграме, я оставлю ссылочку. И в описании под этим видео. Хайлайтер, конечно, потрясающе красивый. Просто невообразимый. Какой он дает яркий блик. Я прям в восторге. Друзья, вот так выглядит наш финальный образ. И мне он очень-очень нравится. Длинные такие, огромные глаза. Восходящие длинные стрелки. Веснушки. Много яркого хайлайтера. Блин, я в восторге от хайлайтера. Он просто потрясающий. Я его еще под бровь нанесла, чтобы у меня так плавно все уходило. Этими блестками. В общем, я довольна образом. Мне кажется, что безумно-безумно красиво вышло. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как вам такой макияж. А мы с вами переходим к следующему образу. Мы переходим ко второму макияжу. И да, я уже в макияже. Как ни странно. Потому что с утра у меня была фотосессия. И если вы хотите посмотреть на ее результат, а там очень классные фотки, вам надо подписаться на Телеграм, на Инстаграм. В общем, везде быть на связи. Там все самые свежие новости всегда. Я стерла с глаз блестки, которые у меня здесь были нанесены. И сейчас мы с вами будем носить на глаза тени от Наташи. Собственно, вот все остальное у меня есть. Нам не хватает только теней. Ну, и губ нам не хватает. Потому что я за весь день их съела. Красилась я в районе 8 утра. Сейчас уже 9 вечера. В общем, весь день я вот с этим вот хожу. Ну что же, давайте приступать. Мне, честно говоря, хочется в какую-то матовую историю идти. Потому что здесь много матовых. Они очень красивые. Давайте так и сделаем. Посмотрим заодно, как эти матовые тени будут вести себя без подложек, без помощников. Итак, мне хочется, мне хочется. Господи, мне везде хочется залезть во все матовые оттенки. Давайте залезем в оттеночек типу. Вот этот вот. Он такой тоже зеленоватый. Тут все оттеночки немножечко с зеленцой. Или с какой-нибудь горчинкой. В общем, вот с такими нотами. У меня чуть-чуть здесь остались блестки. Это хайлайтер. Ну, я надеюсь, что мы все перекроем. Ребят, давайте просто не обращать внимания. Потому что смывать весь макияж, чтобы избавиться полностью от блесток. Ради того, чтобы снять еще один мейк с Наташей. Но это было совсем как-то негуманно по отношению к коже. Так что я убрала общую массу блесток с глаз. И вот мы с вами здесь. Так, я для начала прям вот намазываю, можно сказать, этот оттенок на все подвижное веко. Прям целиком я им заполняю все. Красивый цвет. Блин, цвет очень красивый. Просто нереальный. Хочется вот его просто нанести в складку, оттушевать. И посмотрите, в целом вот так уже красиво. Но эта палетка, она прям для меня максимально гармоничная. Мне кажется, она идеально подходит к моей внешности. И, кстати, это не только мне кажется. В первых впечатлениях, в видео с первыми впечатлениями, многие тоже отметили, что она вот прям идеально гармонирует с моей внешностью. С кожей, с глазами, с волосами. В общем, такая очень моя история. Красиво просто супер невозможно красиво. Я готова вот с такими матовыми смоки все время везде и ходить. Оттенок просто идеальный. Он наносится, как маслица. Он прям шикарнейший. В общем, я нанесла этот оттенок себе еще и на нижний век. И, ребят, мне, честно, вот так уже очень нравится. Вот такой вот моносвотч у нас получился на глазах в формате смоки. И посмотрите, как красиво. Это роскошнейший оттенок. Он просто великолепный. И мне кажется, что вот в таком макияже мы прям его с вами протестировали. Но давайте модернизировать макияж, да, и чтобы у нас получилось что-то еще. Ну, потому что, да, это красиво и мне это нравится, но этого недостаточно. Я не могу тестировать по одному оттенку в каждом макияже. Это расточительство времени. Давайте наберем темный оттенок. Блин, я не знаю. Я не знаю. Оттеночек флекс. Мы его уже использовали для затемнения. Но, нет, знаете, давайте попробуем оттеночек колоте. Вот этот вот. Он зеленоватый. Посмотрим, что у нас будет. Это у нас формула cream to powder явно. Я его буду наносить. Блин, с накрашенными ресничками не очень удобно. Но ок. Я буду наносить его вот так вот по ресничному краю. Плотненько, маленькой кисточкой. Хочется создать такой немножечко гранжевый эффект. Да, как будто нарочитый легкой неаккуратности. Будто очень спешила, очень быстро там накрасила. Но получилось секси-шмекси. Вот такой вот должен быть эффект. Посмотрите, ребята. Так тоже красиво, блин. Так тоже красиво. Я просто, я не могу. Ну, наверное, дело все в том, что мне безумно нравится эта палетка с этой цветовой гаммой. И я, ну, я влюбилась. Она прекрасна. Она восхитительна, великолепна, потрясающая. И я ничего не могу с собой поделать. Мне просто нравится то, что здесь происходит. Давайте, знаете, еще что попробуем? Чуть-чуть. Ну, раз уж мы, так сказать, трансформируем наш макияж. Да, вот в таком формате тоже красиво. Такая чуть-чуть вот эта гранжевая каплю неаккуратненькая история. Мне очень-очень симпатично. Глаза прям такие яркие получаются. А сейчас я немножечко вот здесь вот подниму тушевку этого цвета. Здесь прям на внешнем уголке. И заведу слегка в складочку. Вот так вот. И на внутреннем уголке проделаю то же самое. У меня в такой как бы рамочке окажется наш первый оттенок. Вообще просто. Посмотрите. Один образ и три вариации макияжа. А? Ну, голова. Я решила еще немножко трансформировать макияж. Поэтому добавила оттеночек кому-кому во внутренний уголок. Он так освежающе там выглядит. Макияж с ним уже не кажется таким драматичным. Он получается более свежим. Но это его ни капельки не портит. И в слизистый я нанесла серый карандашик от бренда P.E.Z. Это оттеночек Cool Grey. Ох, ребята. Какая я довольная. Как красиво. Как легко работать с этой палеткой. Это просто сплошное наслаждение. Я даже... Я не знаю. Я не знаю, как я без нее раньше обходилась. Она прекрасна. И вы, собственно, сами все видели. Как я просто легким движением кисти трансформировала одну вариацию макияжа. В другую, и в третью, и в четвертую. И самый кайф в том, что можно было реально остановиться на каждом этапе. То есть вот можно было нанести вначале этот оттенок типу. И все. И больше ничего не делать. Потом, когда мы затемнили его колотей, тоже было красиво. Когда я добавила ее немножечко на внешние уголки и внутренний уголок и складку, тоже красиво. И когда я добавила оттеночек каму-каму и слизистую, тоже выглядит эффектно. Блин, все выглядит круто. Я в восторге. Может, конечно, у меня какие-то... Ну, не знаю. Может, мне кажется. Может, это какие-то преувеличения. Но я вижу это безумно, безумно красивым макияжем. И очень простым, что самое главное. Простота, легкость использования и красота вот этих оттенков. Ну, и то, что они так гармонируют с моей внешностью, меня прям безумно это подкупает. Я еще не дошла до финальных отзывов, до своего мнения. Я еще даже не добралась до следующего мейка. Это всего лишь второй образ с этой палеткой. Но, блин, мне уже очень нравится. Но нет, это, можно сказать, третий. Потому что даже были первые впечатления. В общем, это всего третий макияж. А я очень довольна. Ты моя сладкая. Я никому тебя не отдам. Ты просто прелесть. Третий образ мы начинаем с оттеночка Willow. Это такой темно-зеленый, насыщенный матовый цвет. Да, еще за кадром я прокрасила себе и верхнюю, и нижнюю слизистую. Это неинтересно. Поэтому я не стала вам это показывать. Я использовала карандаш в оттеночке Hero от бренда Иль Макияж. Стойкий, гелевый. Поэтому весь день продержится у меня в слизистой. Итак, набиваю я оттеночек на внешний и внутренний уголки глаза. Прям очень плотненько, плоской кистью. Чтобы у нас цвет лежал прям плотным слоем. Потому что дальше нам нужно будет его оттушевывать. Тушуются такие оттенки очень тяжело. Так что для тушевки мы будем использовать другой оттенок. Я думаю, что мы воспользуемся оттеночком C3. Оттенком C3 мы мягко подтушевываем границы оттеночка Willow. Растушевывать сон, конечно, достаточно тяжело. Но если взять кисточку помягче. Я сначала взяла козочку. И, конечно, было сложновато. Но потом я взяла белочку. И здесь все пошло чуть-чуть получше. Она мягче все растушевала. Поэтому лучше изначально берите либо мягкую синтетику, либо белочку. Короче, кисточку, которая будет более плавным, более мягко и вольно вам все растушевывать. Переходим к сияшке. И набираем оттеночек Макияж. Ребята, какой он красивый. Просто невероятный. Это такое зелено-золотое свечение с какими-то еще вкраплениями сероватыми, что ли. Я не понимаю, то ли там такая грязноватая сероватая база присутствует. Но выглядит просто роскошно. Невероятно. Вот в такой вот оболочке, вот в таком обрамлении. Это просто что-то волшебное. Мне безумно-безумно нравится. Но так как у нас такое тяжелое уже верхнее веко и не хочется его сильно утяжелять, то нижнее веко должно быть как-то попроще. Давайте посмотрим, чем мы тут можем его упростить. Я думаю, что мы наберем сейчас оттеночек Калатея. И с его помощью уже оформим нижнее веко. Калатеей мы затемняем внешний и внутренний уголки нижнего века. У нас остается маленький такой кусочек по центру. И туда я хочу нанести сияшку. И давайте мы нанесем сияшку Элизия. Такой красивый стальной оттенок. Надеюсь, что будет смотреться красиво. Ну, я бы сказала, что это такой ненавязчивый оттенок. Он не тянет на себя много внимания, но симпатично отблескивает. И вот такой у нас получился финальный образ. Мне кажется, что смотрится очень красиво, очень эффектно. Видите, я опять себе сделала этот мега объем на голове. Я вам как-нибудь покажу это в видео. Пока некогда, честно говоря, снять про волосы. Потому что много горячих всяких новиночек. Но это не страшно. Обещаю, обещаю, сниму вам про такую укладку видосик. Главное, что образ просто фантастический. Такой лухарный, как будто я какая-то просто мега дива. Надеюсь, что клиенты мои тоже сегодня порадуются такому ярким. И такому макияжу, что не испугаются меня. Потому что с утра у меня сейчас два мейка. И вряд ли там попросят что-то в этом стиле. Я сейчас бегу на работу, а вы начинаете смотреть четвертый и заключительный образ. Дальше мы обсудим уже саму палеточку. Начинаем наш заключительный образ. Построение формы. Я для этого беру коричневый карандаш от Sephora. Хорошо заточенный. Самое главное в этом вопросе отлично заточить карандаш. Чтобы он был остренький и хорошо вам все рисовал. И прорисовываю форму. Я сегодня с утра зашла в Telegram Pink Mint. Увидела там очень красивую работу. И подумала, что мне срочно нужна такая форма макияжа. Так что вот мы здесь. Очень сильно вытянутая. Мне кажется, даже сильнее, чем обычно я делаю. Прям такие острые-острые. Вообще в висок уходящие вот эти вот стрелы. Ну, интересная, красивая инстаграммная форма. Для закрепления этой формы здесь немного вариантов. Поэтому я беру коричневый, темно-коричневый оттеночек Flex. И с его помощью закрепляю свой карандаш. Теперь набираем на плоскую кисточку оттенок Иксия. Такой рыжеватый цвет. И с его помощью мы будем оттушевывать верх нашей формы. Теперь мы переходим к самому интересному. К последней сиящике, которую мы еще не попробовали. Como Rebi. И это потрясающий оттенок, ребята, я вам скажу. Он очень классно наносится при помощи плоской кисточки. Все блесточки прям так приподнимаются. Все сияет, мерцает, выглядит великолепно. Ну, и это, конечно, тоже у нас такая золотистая, зеленоватая история. Как и все практически сияшки в этой палетке. Теперь я набираю оттенок Акация. Один из моих любимых матовых в этой палетке. Очень красивый зеленый цвет. И наношу его целиком на нижнее веко. И финальным аккордом у нас будет оттеночек Каму Каму. Светлый, красивый, зеленоватый оттенок. Который я использую для высветления внутреннего уголка. И здесь он нам тоже как нельзя лучше для этого подойдет. В общем, я довольна, конечно, активно. Немножко даже ту мачу, можно сказать, перегружена. Но очень красиво, мне кажется, получается. Я сейчас завершу за кадром свой макияж. И вернусь к вам, показать финальный образ. И мы перейдем, наконец-то, к обсуждению этой палетки. Ну что, друзья, надеюсь, вам понравились макияжи, которые я создала для вас с этой палеткой. И да, уже никакой не секрет, что она мне понравилась. Что она классная. И мы с вами сейчас будем, конечно, обсуждать какие-то более углубленные ее характеристики. Но я уже все максимально проспойлерила. Потому что я была очень рада создавать макияжи с этой красоткой. И мне было максимально легко это делать. Итак, запуск у нас достаточно свежий. Настолько свежий, что она даже еще немножечко горяченькая. Потому что запустили эту палетку в продажу 1 июля. Ну вот, собственно, прошел месяц, а я уже выпускаю для вас полный тест. То есть она успела ко мне приехать. Я ее протестировала, попользовалась и сделала определенные выводы касательно этой малышки. Это у нас средний размер палетки. Стоимость ее составляет 69 долларов. И, на мой взгляд, это самый удачный размер наташных палеток. Потому что они не такие монструозно огромные, как вот эти вот гигантские палетки по 10 тысяч рублей, типа Gold. Хотя, на самом деле, если их вот так вот друг к другу приложить, ну не такая уж у них прям и огромная разница в плане хранения. Но, тем не менее, палеточка Юг, она, да, значимо меньше. Здесь очень красивая и очень приятная на ощупь упаковка. Она прям такая, как это, как сказать, вот это вот, знаете, такая touchable, как можно произнести, мне кажется, по-английски. Вот такое слово. Она вот очень приятная тактильна. Ее хочется щупать. Она вот прям вся такая смотрибельная. Я уже не знаю, какое слово подобрать, но надеюсь, что я высказала свою мысль максимально доступной. Но вот она реально настолько она приятная, что ее хочется постоянно вот так вот трогать. И очень красивый сам дизайн. Он минималистичный. Мне нравится вот эта вся закатная история. Извините, вы слышите за окном мотоциклы, машины. Но окно открыто невозможно, просто под кондиционерами я простываю, а с закрытым окошком нечем дышать. Так, сделана у нас палетка в Италии. Срок годности ее в открытом состоянии составляет 2 года. И здесь у нас находится 17,40 грамм продукта. И здесь у нас впервые, кстати, хотя, может, не впервые, может, я просто давно не покупала Наташу, но здесь на упаковочке появился значок, что все это можно сдать в переработку. То есть в переработку можно сдать саму палетку, видимо, когда все закончится. И можно сдать саму вот эту картонку в переработку. В общем, экологичненько, друзья. Я вот, кстати, знаете, каждый раз переживаю. Я сортирую мусор. И мне каждый раз кто-нибудь говорит, что это не имеет никакого смысла, потому что все это свозится на одну свалку и так далее. А я надеюсь, что это не так, потому что в Москве даже ездят машинки разные. То есть одни собирают смешанные отходы, а другие собирают вторсырье. Друзья, кто знает, кто видел эти свалки, я не знаю, для вторсырья, пожалуйста, успокойте меня в комментариях. Напишите, как там обстоят дела с этими переработками, потому что мне очень грустно будет, если окажется, что все труды впустую. Но я немножко философски стараюсь к этому относиться, что я со своей стороны делаю то, что я должна. Следующая часть уже не на моей совести. Но тем не менее, мне бы хотелось, чтобы мои труды понапрасну не пропадали. Вернемся к нашей прекрасной палеточке. Как вы видели по макияжам, здесь у нас такая зеленовато-рыжевато-горчичная гамма. И мне писали в комментариях, что эта палетка выпущена якобы на замену палетке Gold, которая уже не выпускается. Иди ко мне, моя красотка. Здесь есть один огромный недостаток. Рефилы просто ссыхаются. А потратить такое количество теней, мне кажется, невозможно. Просто, ну, я даже не могу себе представить. Я должна красить всех и каждого только этой палеткой, чтобы что-то здесь потратилось, чтобы хотя бы какая-нибудь дырочка получилась. Вот. И при том, что это одна из моих любимых палеток, я ее пользуюсь. Надо уже не жадничать, а и пользовать, наверное, ее активно на клиентах, чтобы она хоть как-то кончалась. Потому что раз, два, три, четыре рефила ссохлись. И если я ее переверну, чуть-чуть попрямее поставлю, они просто выпадут. Поэтому я буду держать ее вот так под наклоном. Что касается сравнения цветовой гаммы, я вам сейчас предоставлю сводчи и просто, ну, две палетки рядом покажу. Мне кажется, что они друг друга не заменяют, а скорее дополняют. Что касается палетки юбка, она более разнообразная, нежели палетка голд. Все-таки палетка голд у нас, ну, что тут из разнообразненького? Два вот этих вот зеленых, зеленая сияшка и зеленый вот этот вот полукремовый цвет. И если их перекрыть, то это просто коричневая золотая палетка. И все. То есть здесь ничего больше нет. Она такая очень красивая, очень дорогая, богатая по цветам. Но она такая очень красивая, очень дорогая, богатая. Она такая очень красивая, очень дорогая, богатая. В общем, все лухарно, но не разнообразно. Это набор шикарнейших золотых цветов. Что касается палеточки, юбка. Здесь у нас уже поинтереснее цветовая гамма. Здесь и зеленые есть поразнообразнее. И в целом матовых здесь больше, и они разнообразнее, чем в палетке Gold. Поэтому, если у вас, например, палетка Gold, в принципе, она вам нравилась, но вас смущала вот эта вот скудность некоторых оттенков, потому что они в целом все околобежеватые, коричневатые, то вот эта вот палетка явно поразнообразнее. Здесь у нас есть и зеленый, и рыженький, и горчичный, и бежевый. И такой очень красивый оттенок акация. Просто невероятный. Он в зеленинку уходит, но потрясающе красивую. Очень такую дорогую. Вот. И коричневый есть, и бежевый, и опять рыженький. И, в общем, и вот оттеночек кому-кому вообще очень-очень интересный. Такой немножечко, немножечко оттенок лайма как будто. Вот что-то в этом духе. В общем, здесь явно сильно разнообразнее. Даже сияшечки здесь есть. Есть золотая, есть зеленоватая, есть серебро прям такое активное. Даже не серебро, а сталь скорее. Вот. Есть еще золотишко, зеленоватая. В общем, здесь опять же с этим поинтереснее. Единственная, единственная необычная сияшка вот в палетке gold, это вот этот вот зеленый, опять же, у нас оттеночек, да? Как он там, аврора называется? Да, аврора. Вот. Ну, еще здесь есть вот такой белый хлопьевидный, который прям sparkle сияющий, который поверх можно наносить. В общем, что касается именно цветов, то я считаю, что юбка значимо разнообразнее. Конечно, у них есть схожие оттенки. И я вам сейчас их покажу. Те оттенки, которые на кадрах, которые вы видите, отмечены сверху черненькой точечкой, это оттенки из палетки gold. И рядом похожие оттенки из палетки юбка. И да, у них есть действительно вот эта схожесть. Но даже по формуле юбка немножечко отличается. Что касается матовых, то матовые в юбке как будто менее жирные, менее пигментированные. Но при этом они хорошо наслаиваются. То есть у меня нет претензий к ним в работе. Я могу нанести очень тонко, могу понаслаивать и получить яркий, красивый, сочный оттенок. В палетке gold с матовыми чуть-чуть другая ситуация. Там они более пигментированные. Там вы практически сразу получаете прям хороший ядреный такой оттенок. Но что касается сияшек, то в юбке сияшки более жирные, более такие кремообразные. Они прям очень сияющие, очень пигментированные. Прям вот как маслица. В gold все-таки более полупрозрачная формула. Она, ну я не могу ее назвать устаревшей. Они все равно красивые, но они просто тоньше ложатся. Более прозрачно их надо понаслаивать. А вот в юбке они прям такие ядреные, ядреные, хорошие сияшечки. Но я не хочу прощаться с одной из этих палеток при наличии второй. Мне кажется, что все-таки они друг друга круто дополняют. Поэтому если у вас есть gold и вы думали, а нужна ли вам юбка, не будет ли это повторение одних и тех же оттенков, то нет, не будет. Даже на сравнительных сводчах вы можете увидеть, что цвета похожи. Это похожая гамма, но это совершенно другие оттенки. И оттенки сложные, оттенки интересные, оттенки красивые. Поэтому я бы ее прикупила. Ну вот, как видите, я ее и купила. И она мне очень нравится. В целом это, как мне уже писали в первых впечатлениях в комментариях, я их полностью поддерживаю. Это очень моя гамма. Особенно теперь при наличии рыжего цвета волос. Вот эти зеленоватые все цвета, они прям делают внешность максимально яркой, максимально эффектной. Поэтому я, естественно, буду этим пользоваться. И, кстати, огромный плюс для меня в том, что палетка оказалась гиперстойкая. Вы знаете мою проблему с сияшками. На мне скатывается все просто в 3 секунды. Максимально быстро, на любой базе, только на подложке из кремовых теней. На мне не скатывают сияшки. Но эту палетку я тестировала вообще без всяких подложек. Я не использовала ничего. Даже консилер немножко попадал на веко, что, по идее, усложняло ситуацию для сияшчика. Они должны были подскатываться. Но все сидит идеально, невероятно. Вот этот макияж я отсняла часа 3,5 назад. Я успела уже приготовить еду. Я успела поесть. Я успела что-то прибрать. И, пожалуйста, ничего никуда не делось. Все как сидела, так и сидит. Я даже весь рабочий день с утра до позднего вечера ходила с макияжем. Когда я вернулась домой и пошла смывать макияж, все было идеально. Ни одна, блин, блестюшечка не осыпалась под глаза. Ничего не закаталось ни в какие складочки. Это суперстойкая палетка, ребят. Но это все. Это просто огромнейшая любовь. Потому что мало того, что цвета мне подходят. Они очень красивые, они сложные, они интересные. Они стойкие на мне. И мне не нужна для них никакая база, чтобы они были стойкими. Это суперкруто. Просто невероятно. Я в таком восторге. Потому что, говорю, на мне очень редко что-то держится прям стойко, не скатываясь. Это практически невозможно. Но Наташа сотворила чудо. Ребят, я не знаю, что еще сказать. Она прекрасная, замечательная палетка вообще. Всем нужна, всем хороша. Кстати, у меня будет одна лишняя палетка. Потому что изначально я заказала эту палетку через Василису. Мгновенно просто через Байер из Чехии. Я на нее всегда оставляю ссылочку в описании под видео. И я ее заказала. Я ее уже приготовилась долго и упорно ждать. Но у меня молодой человек поехал в командировку в Европу. И я его попросила зайти в Сифору и купить эту палетку. И мне очень повезло. Палетка была в наличии. Он мне ее купил и привез. Поэтому видео я снимаю настолько быстро. Но та палетка из Чехии, она-то уже на пути в Москву. Она едет. Поэтому, если кому-то из вас нужна новая нетронутая палетка, напишите, пожалуйста, мне. Либо напишите Василисе. Потому что она свободна и ее можно перекупить, так скажем. Если я не ответила еще на какие-то вопросы, которые у вас были касательно этой палетки, обязательно спрашивайте в комментариях. Подписывайтесь на Телеграм-канал, на Инстаграм. Подпишитесь на Яндекс.Дзен. Друзья, вот просто на всякий пожарный. Вдруг, не дай бог чего, пусть будет тот контакт. Просто подпишитесь туда и пусть оно там висит. Я туда дублирую все видео. Если вдруг, когда-то, по какой-то, не дай бог причине, мы не сможем увидеться с вами на Ютубе, мы с вами хотя бы будем на связи там. Ну и на этом все. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Мы с вами скоро увидимся. Пока-пока.